все выходим мы и в фейсбуке отлично хорошо итак 80 урок 80 урок перешли мы уже в книге равшал маруша на девятую главу всего будет в его книге 13 главы я думаю это неспроста потому что все в этом мире очень взаимосвязано все в мире взаимосвязано и 1313 это числовое значение слова аова любовь 13 значит ну если на иврите взять алиф это один первая буква и это пятая буква 5 значит 6 вместе б это вторая буква 26 28 и еще одно 5 13 значит 13 глав в этой книге и аова теперь что еще интереснее есть 13 еще одно очень слово такое важное авторе и ход 111 что говорят бог и ход бог 1 если возьмем слова и ход окажется тоже 13 у него числовое значение алиф один хит это 8 вместе 9 д дарит это четвертая буква 4 значит 9 до 4 13 получается что в слове и ход 1 что в слове любовь которая тоже что такое любовь любовь это то что соединяет человека с другим человеком или то что соединяет человека с тем что он любит вот любовь это соединять соединение да другими словами так вот получается что получается что у нас что когда бог один да бог это тоже говорят что одно из проявлений бога главное проявление это любовь правильно теперь что же такое сейчас секундочку установим и сейчас четко все хорошо стало не падала стоять все отлично вот получается что и 13 глав в книге равшала маруша 13 глав не диравшала маруша разве это не удивительно удивительно и мы сейчас 9 главе значит 9 глава начинается с того что нам еще раз объясняет как я сейчас вот мы вошли вглубь слова он нам говорит и давайте мы войдем вглубь слова вообще благодарность до на иврите же понятно дело что мир был сотворен двадцатью двумя буквами еврейского алфавита 22 есть буквы и бог творил мир этими буквами это как код такой и каждая буква имеет цифровое значение и каждое слово каждый корень он очень глубоко показывает суть вещей теперь вот те кто были в израиле они знают что когда ты говоришь кому-то спасибо ты говоришь что да то да то да а если большое спасибо туда раба большое спасибо теперь а благодарить глагол это леодот это первое значение слова благодарность это благодарить д 다 леодот теперь но есть еще значения леодот на иврите а это признавать правду признавать правду да давайте как Так, они, моде, моде это я благодарен тебе, они, откуда же есть тут слово леодот, признавать правду, имет, не помню какое вот такое современное слово можно использовать. В общем, есть второе значение слова леодот, есть благодарность, есть этот же глагол леодот, это благодарить, и этот же глагол, третье значение, леитвадот, ведуй, на русский перешло это слово ведуй, исповедь, да, это исповедь, это признавать грехи. Получается, есть три значения в слове благодарность, говорит нам Равшалум Раш. Первый смысл, это когда человек благодарен другому и говорит ему спасибо большое, есть аспект признания истины, когда человек признает, что это правда, и есть значение исповеди, когда человек признается в своих грехах. Все эти аспекты связаны между собой. Когда человек признает благо Всевышнего, он ему говорит большое спасибо, то есть вот человек говорит, я не знаю, спасибо, что у меня есть очки, не было бы очков, я бы плохо видел. Спасибо Всевышнему, что у меня есть очки, спасибо, можно глубже пойти, что есть деньги купить очки, спасибо, что я книжку эту вообще мог купить, спасибо, это все, спасибо, благодарность. Теперь второй здесь аспект, как мы видим, как он связан. Когда я говорю спасибо, я признаю истинность того, что это у меня есть. То есть спасибо вот Анжелите Разадовской, сколько лет я уже знаю ее, ее сердея мужа, спасибо вам, что вы приходите на уроки. Спасибо Якову Шатадину, я только недавно узнал, у нас было для партнеров, спонсоров ВАИКРы, было Zoom перед Новым годом, да, или после, не помню. Ну, в общем, в последние дни. И оказалось, что как мы с Яковом хорошо взаимодействуем, что я только провожу уроки, и я в основном вот учусь, провожу уроки, я такое люблю массовые мероприятия. А Яков Шатадин, он с каждым индивидуально работает, отвечает на вопросы, помогает, молится за ней, ходит на стену плача, помогает индивидуально. То есть он очень, вот именно, получилось, видите, как хорошо сочетается, то есть я провожу уроки, а Якова индивидуально работает. Спасибо Якову Шатадину за ту помощь, которую ты оказываешь людям. Когда ты благодаришь, ты одновременно признаешь, что это правда. И в этом очень важная вещь. И третье, это исповедь, да. Третий аспект, это относится ко Всевышнему. Ну, когда он исповедуется, и он признает, что где-то сделал что-то не так. Теперь, как это все складывается в молитве? Значит, вот у человека, ну, смотрите, когда ты благодаришь за хорошее, да, здесь ты благодарностью, это хорошее, ты его как бы высвечиваешь, ты его углубляешь, ты его наполняешь. То есть, получается, человек живет, вот есть очень хороший пример в дештальтерапии, есть фон, вот есть вокруг все фон, есть фигура, это то, на что ты обращаешь внимание. И так как фон, это все, что было, все, что есть, и фон, это оно огромное количество, даже свое тело человек не осознает, пока какая-то часть тела не привлечет его внимания, и тогда она становится фигурой. Вот я сейчас локнем, знаете, нервом зацепился за что-то, и у меня локоть прямо, он стал фигурой, он прям приковывает к себе мое внимание. А до этого я вообще про локоть свой не думал, я сейчас же не думаю там про левый локоть или про колено там и так далее. То есть, человек вниманием своим сознанием, он подключается к какой-то одной фигуре, которая в данный момент сигналит и требует его внимания. Обычно внимание ходит от плохого к плохому, потому что тут ударился, тут споткнулся, тут проблема, тут то. И получается, что человек все время выделяет из огромного фона своей жизни, он выделяет именно фигуры вот эти вот негативные, ложки-дегтя. Он все время живет, идет от дегтя к дегтю. Это как бы естественный, обычный человек. Теперь человек, который соединился со Всевышним, это уже неестественно. Он уже выходит из обычного вот такого вот, как сказать, автоматического, материального, причинно-следственного бытия, да, такого. Он выходит на уровень божественный, у него проявился божественный уровень, он такой, вау, так у меня же я больше, чем материальность. Я, во мне божественная душа есть, я связан со Всевышним, а есть Всевышний. И он начинает из вот этого фона, он начинает выделять фигуру Всевышний, да, что есть Бог, который всем управляет. У него он попадает в другой мир. Теперь, если он с помощью, есть разные религиозные люди, есть религиозные люди совершенно разного формата. Одни там джихад делают, другие самоубийством заканчивают, одни в пещеры уходят, третий в монастырь, там четвертые, четвертые, этими становятся, например, там, этими, папой римским кто-то хочет стать, да, и отказывается жениться. А кто-то, наоборот, говорит, не, надо так жениться на всех сразу, должно быть много жен, и делает секту какую-то такую, в которой у него там сто жен, да, были такие сектанты разные. Теперь, то есть, дальше, когда человек уже, он делает фигурой в своей жизни Всевышнего, он уже дальше начинает вокруг этого выстраивать какой-то новый абстрактный мир, да, потому что духовное, это не материальное, духовное ты пощупать не можешь. И все, все, что касается духовности, это вопросы веры, глубокой веры, то есть, человек, вот он верит. Были секты, которые жизнь самоубийством заканчивали, они верили, что так надо. Были те, кто верили, что там был такой этот Шабтай Цви, Шабтай Цви, вот, кстати, сейчас Газа, и был такой Натан из Газы. Этот Натан из Газы пошел учеником к одному человеку по имени Шабтай Цви, этот Натан из Газы, он был такой очень пиар-менеджер, и он сделал пиар этому Шабтаю Цви, что Шабтай Цви, он мессия, он мессия, машех, и он так его распиарил, что люди верили. И тут вдруг этот Шабтай Цви, он говорит, вы знаете, а я вам говорю, что надо теперь Всевышнему так служить, нужно, значит, заниматься развратом, нужно есть некошерное, 9-го ама будем, наоборот, есть, а не поститься в день разрушения храма. Он начал такие вещи рассказывать, что просто капец. И в итоге он говорит, машех же, он должен победить в войне, и, значит, он объявляет войну турецкому султану, находясь в Турции. А Турки тогда, это было где-то 1600 какой-то год, Турки такие доложили этому турецкому султану, говорят, что с ним делать вообще, сумасшедший какой-то. Он говорит, его нужно арестовать, конечно, а что с ним делать? Его арестовывают, он сидит в тюрьме. В тюрьме к нему этот Натан, это его пиар-менеджер из Газы, он был Натан из Газы, его так и называли. Газа это было еврейское место. Он этот Натан из Газы, он, значит, давай по всем общинам мира, что все, война началась, продавайте дома, едьте в Израиль. К этому Шабтай Цви начали приезжать все в эту тюрьму, где он сидел. Значит, из тюрьмы сделали дворец, завзятки, это всегда можно порешать все вопросы. Значит, опять доложили туркам. Этот турецкий султан говорит, нет, я такого не рассчитывал, все, его будем казнить. Что делает Шабтай Цви? Шабтай Цви, он принимает мусульманство. Прямо тут же в тюрьме он принимает мусульманство. Его последователи ему говорят, ты же Машиах, какое мусульманство? Он говорит, да, так Бог сказал, надо всем принять мусульманство. Его, значит, последователи, там где-то 200-300 семей принимают мусульманство. И сейчас половина правителей, может даже и Эрдоган, но если вы посмотрите, называется Дёнме. Дёнме это правящий клан в Турции, который мусульмане потомки Шабтай Цви. Дёнме в Витипеде, можете эту историю проверить, есть такие, они называются Дёнме. Это они потомки этого Шабтай Цви, вот их 200 семей. У них есть три направления, одни женятся только друг на друге, а другие впускают снаружи людей. Но одни, если у них прям держатся, только они до сих пор и так и продолжают в тайне, наверное, развратом заниматься. Хорошо, теперь, значит, почему я вспомнил про это? Что все вопросы веры, это вопросы веры, это всё не абстрактные понятия. Духовность, она не материальность. И мы в духовности, мы полагаемся только на слова и на мысли людей. Мы полагаемся на слова и мысли пророков. Только кто пророк, кто не пророк, тут уже человек должен для себя выбрать. Один, каждый выбирает, в кого он верит, во что он верит. Кто-то верит в пророчество Тора, Мошерабену Моисея. Получил Тору на горе Синай в присутствии 600 тысяч мужчин. Значит, 602 тысячи было там, прям, я не помню, 602 тысячи, по-моему, 300 человек. Всё было это 3325 лет назад. И вот в Евресии народ несёт каждая буква, за каждую букву. Прямо вот, если в свитке Тора, я помню сейчас в прошлый шаббат, остановился тот, кто читал свиток Торы, позвал двоих человек, говорит, посмотрите, мне кажется, вот тут одна буква, что-то там уголочек не такой. Они посмотрели, говорят, не волнуйся, такой уголочек, всё. Потому что если бы он был не такой, её бы тут же свернули и убрали бы это, не кошерный свиток Тора, его нельзя им пользоваться. То есть, и читают на ту же мелодию, которую читают уже там 3000 лет. То есть, что получается, что кто-то верит в это, кто-то верит, что, там, например, христианство, что открылся, Бог послал, родился, воскрес и так далее. То есть, это выбор. Кто-то, никто же не видел, видел ни как воскрес, ни как послал, но где-то там через 300 лет пришёл. Но что интересно, вот тут вот в христианстве, это самый важный момент, который вот меня всегда смущал, что первые же христиане, это была часть иудаизма, точно так же, как верили в Шабта Ацви, так же верили в Иисуса. И это была просто конкретно секта в иудаизме, которые ничем внешне не отличались от всех остальных евреев. Соблюдали шаббат, значит, делали обрезание, ставили хупу, всё было точно такое же, как у евреев. Потом, в какой-то момент, кому-то из руководителей, которые уже уехали в Израиль, у них не очень получалось, потому что, а зачем меня отшило на мыло? Мы и так верим, и так верим, и так, то есть, не очень получалось. И они начали приближать людей в Римской империи, в Риме, то есть, это было уже там прошло 200-300 лет. И тут они сказали, всё, можно обрезание не делать, шаббат не соблюдать, кошерное не кушать, взяли, поотменяли все заповеди. То, что все там 200 лет христиане соблюдали, вдруг в каком-то поколении перестали соблюдать. Вот этот момент, как они это сделали. Но мы видим здесь, на истории Шабтая Цвиш, что даже если он был очень авторитетный такой, очень харизматичный, авторитетный человек. Если он сказал, что уже евреям прошло 1600, это был 1600 какой-то год, и он сказал, что надо заниматься развратом, вообще то, что запрещено, они прям делали групповые ордии, представляете, его последователи. Это запрещено по всем законам Торы, никак нельзя это делать. Но они каким-то образом поверили. То мы видим, что люди в вопросах веры, свойственно им идти за какими-то харизматичными личностями. И, а эти харизматичные личности, они могут вполне быть сумасшедшими. То есть, мы знаем, что это так. Хорошо, так теперь смотрите, что получается. Вот обычный человек, он говорит, мне не нужны никакие вот эти вот сложности, я буду идти по-простому. Есть то, с чем согласны все, я верю в авраамические религии, назовем это так. Идем к тому, где нет ни у кого никаких противоречий. В 10 заповедях нет ни у кого противоречий. Мусульмане тоже принимают 10 заповедей, ну там может 5 заповедей есть у мусульман. Но вот в основных заповедях нет противоречий никаких между христианством, мусульманством и иудаизмом. Это абсолютно идентичная вера Авраама в Бога. И вот человек, который говорит, я не хочу вдаваться в какие-то детали. Я хочу просто лично с Богом, чтобы Бог не открыл истину. И вот здесь он должен молиться именно по вот этой вот схеме. Спасибо, первое значение благодарности, спасибо. И сделать, соединиться с Богом через огромную-огромную благодарность. Есть такая заповедь, любить Бога. Значит, воавта это шамилу кейха. Мы говорим, шма и сраэль, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Значит, как возлюбить, да, как возлюбить, или есть воавта лиреха камоха, возлюби ближнего как себя. Как возлюбить? И, насколько помню, говорит Рамбам, был такой великий мудрец Рамбам. Он говорит, возлюбить Бога, это наблюдать за его чудесами и тем, что он делает для тебя. И через то, что ты видишь чудеса Всевышнего, наблюдаешь за этим и благодаришь. Через это ты начинаешь любить Бога и выполняешь заповедь любить Бога. Теперь получается, что если человек, он в молитве, молитва это разговор с Богом, он начинает благодарить Всевышнего за все, что у него есть. За каждый вдох, за то, что ты жив, за то, что ты здоров, если ты здоров, или выздоровел. За то, что он тебе дал когда-то возможность там и так далее. То есть, если ты благодаришь Всевышнего искренне, то ты через эту благодарность не просто ты соединяешься со Всевышним, а ты как раз и выполняешь заповедь любить Бога. Благодарность людям, это ты выполняешь заповедь любить людей. То есть, благодарность это проявление любви. И ты через благодарность Всевышнему, ты с ним соединяешься. Второе. Через благодарность, второе значение, ты осознаешь и признаешь, что все, что есть в этом мире, от Всевышнего. Но вначале идем через хорошее. Это легко. Это легкий путь, это такая разминка, через хорошее. И вот тут начинается самое главное. Когда человеку плохо, когда ему больно, когда у него неприятность, когда он попал в какую-то вообще сложную ситуацию со здоровьем, с деньгами, с отношениями и так далее, в этот момент увидеть в этом тоже проявление Всевышнего и поверить, что это все к лучшему, и за это тоже поблагодарить, это уже уровень next level, следующий уровень. И вот тут как раз открывается момент исповедь. Третье значение слова благодарность, это литва дот, это исповедоваться. И когда ты говоришь, вот он здесь такой нам приводит текст Равшаламаруш. Я верю, что это от тебя. Когда, вот так, таким образом, когда человек благодарит за все, за любую проблему или беду, он свидетельствует. Я верю, что это от тебя, Господи, и верю, что все к лучшему. И когда он обретает оба аспекта благодарности, оба аспекта благодарности, двоеточие, признание истины. И признание блага, он может достичь и третьего аспекта благодарения, то есть исповеди. Когда человек признает, что страдания посланы ему за грехи, как мы объясним подробно ниже. Понятно, да? Получается, получается, что в этот момент он начинает молиться. Человек, признающий, что Всевышний всеблаг и всемилостив и все к лучшему, обретает свет истины, который сияет в его речах. И он тогда молится с надеждой, то есть у него молитва наполнена совершенно другой силой. И если ему тяжело говорить спасибо в этом состоянии, он должен просить, прошу тебя, Господи, позволить мне благодарить тебя за все от всего сердца, чтобы Бог ему дал тоже силу. Это тоже аспект просьбы. И получается, что если человек не может благодарить за все плохое, то, что у него есть, тогда у него нет совершенно веры, что все от Всевышнего. И он не верит тогда, что все к лучшему. А если он не может соединиться, и тогда он не может по-настоящему соединиться со Всевышним, если он не верит в его справедливость. Да? Значит, и тогда что нужно? Нужно не просто говорить большое спасибо, а увидеть, насколько Всевышний благотворил тебе на протяжении всей твоей жизни. Как он приближал тебя к себе, и тогда тебе будет светить истина, и ты сможешь поговорить со Всевышним уже близко по-настоящему. То есть, еще раз, он нам дает очень глубокую такую модель. Ты благодаришь Всевышнего за все хорошее. Благодаришь Всевышнего за все хорошее, что было. Еще прям включаешься, включаешься, включаешься. И ты в этот момент на благодарности и на признании, ты соединяешься со Всевышним. Теперь в этот момент у тебя есть что-то плохое. И ты за это плохое тоже начинаешь благодарить. И от всего сердца. Я понимаю, что Всевышний добрый, вот я только что вспоминал все хорошее. И справедливый. Я верю искренне, что Всевышний справедлив. И если мне сейчас плохо, то это потому, что Всевышний хочет мне добра. И что-то мне делает дополнительно. Но я пока не могу понять почему. Но я признаю, что то, что я испытываю плохо, это моя ответственность. Что я это переживаю как плохое. И я каким-то образом, это пришло в мою жизнь. И тогда на вот этом уровне близости, это еще большая близость со Всевышним, открывается какой-то новый свет истины, который человеку откроет все, что ему было до этого закрыто, каждому свое. Все. И дальше, последнее, мне очень приятно. Я буквально несколько дней думал о том, что какой есть псалом хороший, который читают в субботу. И думаю, почему его читают только в субботу. Этот псалом на субботний день. Он начинается так. Это такой псалом, читают его в субботу. И тут вдруг, прям глава открывается сегодня. Псалом, песня, день субботний. Рабин Ахман, который в умы не похоронен, пишет. Когда человек идет путем благодарности, его озаряет святость, свет и радость субботы все шесть дней недели. То есть, благодарность его подключают к специальному свету субботы. И это значит, что он всю неделю живет как в субботу. Об этом сказано. Псалом, песня, день субботнего дня. Хорошо благодарить Бога. Это 92-й Тейлим. Кто хочет, посмотрите 92-й псалом. И значит, а что такое суббота? Суббота это 1,6 мира грядущего. Это 1,6 рая. Да? И получается, что тот, кто благодарит Всевышнего все дни недели, он соединяется с субботой. Когда человек вступает на путь благодарности, он уже в этом мире обретает райский сад. Понятно, да? И Равшал Маруш продолжает. Разумеется, у вас теперь каждый день подобен субботе. Вы словно в райском саду. Таков свет благодарности и благодарения. Никакой ошибки нет. Все верно. Вы в нашем мире обрели подобие рая, поскольку идете путем благодарения. Вот такая вот интересная вещь, что я об этом думал уже неделю. И сегодня как раз мы нашли, что это Рави Нахман сказал уже 200 лет назад эту идею. Хорошо. И коротко. Видите, сегодня мы уложимся до 30 минут. Уже 28 минут. Постараюсь уложиться. Мы идем, приближаемся к 25 минутам опять. Надо будет вовремя начать. Буду в 10 и в 10.25 заканчивать. Очень хотелось бы. Третий урок книги про happiness Рав Зелегоплискина называется Happiness, your birthright. Счастье – это твое право по рождению. И он говорит, иногда ко мне подходят люди и говорят, вот, я несчастлив, но у меня есть огромные проблемы. И я вообще даже не хочу быть счастливым. Я вообще на эту тему даже не могу думать. Я никто. Кто я, за что бы быть счастливым? У меня плохие черты характера. Я ленивый. Значит, я не могу даже думать, что кто-то, как я, может быть счастливым. И с детства некоторым говорят, что они неудачники и так далее. Это он говорит. Есть такая проблема у многих людей, что их прямо… И они сами, вначале их внешне, потом они сами, всю свою жизнь прессуют себя, что я не могу быть счастливым. Он говорит такую вещь. You were born. Ты был рожден. That is all you need to deserve to live a happy life. Он говорит, и это все, что нужно для того, чтобы жить счастливую жизнь. Happiness is a birthright. Счастье – это право по рождению. И ты не должен получать ни у кого специального разрешения, чтобы быть счастливым. Каждый человек, он имеет право на счастье – это его выбор. Его выбор – быть счастливым или быть несчастливым. Значит, и когда ты знаешь, что у тебя есть право быть счастливым, то потенциальный барьер к счастью, он снимается. Снимается потенциальный барьер. И он дальше, он продолжает. Он говорит, но я хочу добавить, что не только, что happiness – это безрайд. Не только, что счастье – это твое право по рождению. Он говорит, это твоя обязанность. It is actually an obligation. Это твоя обязанность вообще, говорит. Как говорил Равино Вейнберг, был такой великий раввин, который создал движение Эшитора. И это огромное движение, ну не миллионы, сотни тысяч евреев приблизились к Богу через его движение. И он говорил, я помню, я раньше слышал от него такую фразу. Он говорил, что если один человек, Гитлер, чтобы сверлось его имя, мог уничтожить 6 миллионов, один человек может оживить 6 миллионов. Это он говорил всегда, что такая большая сила есть в каждом человеке, что и в сторону добра, и в сторону зла. А тут он приводит его другое выражение и говорит. Говорил Рав Ноам Вейнберг, основатель Эшиторы. Он говорил так. Он constantly, он всегда это говорил, да, это было постоянно, он говорил. Счастье это обязанность. У тебя есть обязанность по отношению к себе быть счастливым. Почему? Когда ты счастлив, ты будешь здоровый, и ты сможешь больше вещей сделать. То есть у тебя есть обязанность быть счастливым по отношению к себе. У тебя есть обязанность по отношению к другим людям быть счастливым, потому что когда ты счастливый, ты будешь служить, ты будешь помогать другим больше и лучше, и ты избежишь множества форм, когда ты людям приносишь несчастье и неприятности. То есть, когда ты счастлив, ты не будешь других людей делать несчастными. Сделать человека несчастным – это большая проблема, потому что с точки зрения Торы, с точки зрения последствий, когда ты делаешь кого-то несчастным, ты можешь рассчитывать, что он тоже постарается сделать тебя несчастным. Поэтому, если ты счастливый, это твоя обязанность по отношению к другим людям, потому что ты тогда не будешь им вредить. И дальше он продолжает. У тебя есть обязанность по отношению к всемогущему, к всесильному Богу быть счастливым, потому что он твой любящий отец и хочет, чтобы ты был счастлив. Это так говорил Ноах Вейнберг. И поэтому он говорит, когда ты осознаешь и поймешь, что быть счастливым – это твоя обязанность, ты тогда начнешь учиться, ты тогда начнешь предпринимать усилия, ты тогда начнешь выбирать. И он говорит такую вещь, значит, когда я сам лично, он пишет, для себя решил, что у меня есть strong moral and ethical, у меня есть сильная морально-этическая обязанность быть счастливым, я поднял уровень своей мотивации, значит, развивать мою признательность и благодарность ко всему, что я имею. И даже когда я… Ведь, как он говорит, происходит. Если я, например, попал в финансовый долг, или я, значит, попал в какую-то проблему, да, я же стараюсь изо всех сил решить эту проблему и выплатить свой долг. Точно так же, значит, когда я увидел вот этот вот аспект быть счастливым как свою обязанность, значит, я дал себе кредит для усилий, которые я буду вкладывать в этот проект. Значит, видите, счастье как обязанность, оно мотивирует меня помогать другим, чтобы они тоже выполняли свою обязанность быть счастливыми. Вот он поэтому столько книжек написал, молодец, на эту тему. Вот, поэтому интересно то, что мы сегодня узнали. Все, дорогие друзья, значит, вы можете для себя написать свои выводы с сегодняшнего урока. Мы сегодня узнали и как молиться, мы глубоко как бы копнули в суть вообще благодарности. И мы как бы закрепили это тем, что это обязанность быть счастливым, а благодарность и счастье это как родственники, родные. Хорошо. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы у вас было все в жизни хорошо, чтобы вы были счастливы, чтобы вы распространяли счастье вокруг. И чтобы Всевышний дал нам все, что нам нужно для того, чтобы быть счастливыми и для того, чтобы реализовать, чтобы каждый на своем месте реализовал свой божественный потенциал, который есть в каждом из нас. И как мы уже знаем из сегодняшнего урока, что быть счастливым это базовая настройка, то есть это установка по умолчанию. И с Божьей помощью мы все были счастливы. Все, и чтобы в заслугу этого у нас был шалом внутри, шалом вокруг и шалом наступил в мире, закончились войны. Прям я чувствую, что мы уже скоро мир приведем к полному шалому. Все, всем счастливо, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok